Ас-саляму алейкум, рахматуллахи и баракату, с вами Умалик и мы продолжаем с вами изучение арабского языка. У нас седьмая тема Аль-Малбуру Сабио, то есть седьмая тема. Тема этого урока харфу лям, и слова, которые здесь будут встречаться, будут иметь в своем составе эту букву. Идем к предложениям, к словам. Первое слово это слово ля-ди-дун. Мы видим лям в начале. ля-ди-д переводится как вкусный. Непосредственно это слово у нас стоит в мужском роде. И пример, предложение. Ап-а-а-му ля-ди-дун. То есть еда вкусная. Еда вкусная. Мы видим это такое минимальное именное предложение, в котором у нас есть то, про что мы говорим, в данном случае о па-а-му. Но находится в начале, впереди предложение. Не стоит с артиклем. То есть это как бы фальсика такая. И ля-ди-дун. Извещение, да, которое совпадает тоже в роде, в числе, но не совпадает с состоянием. То есть это как бы новая информация. Я ля-ди-дун. То есть еда определенная, вот эта еда вкусная. То есть мы известили о ней, что она вкусная. Второе предложение и второе слово. Аль-маля-абу. Здесь лям уже в середине слова мы видим. Маля-абу это стадион или игровая площадка. В данном случае мы видим это как стадион. Аль-маля-абу. Ва-си-ум. Структура предложения точно такая же, как и первая. Аль-маля-абу. То есть данный конкретный стадион. Ва-си-ум. Широкий. Да, широкий. Ва-си-ум. Тоже сочетается в роде, в числе, но не сочетается в состоянии. Так же, как и первое слово. То есть мукта, да, это в арабском называется. То, о чем мы говорим в немом предложении. И то, что мы извещаем, уа-си-ум, они, эти два слова, стоят в положении рафа, основной признак, который бома. Но мы не можем сказать, что они как бы совпадают, хотя они действительно совпадают. То есть они просто каждый сам по себе, являясь главным членом предложения, стоит в этом положении. Ну, не потому, что они друг под друга подстраиваются, да, то есть каждый сам по себе просто так совпадает. Третье слово это туфабылю. Глагол фаббаля, это глагол, который в прошедшем времени у нас будет иметь четыре буквы, да, то есть мы, каким образом у нас четыре буквы? То есть мы сфа, потом хартаббад у нас будет сфатхай, да, фабба, ля, здесь удвоение, фаббаля и ля, то есть таким образом четыре буквы. Туфаббылю, то есть анта туфаббылю. На прошлом уроке мы брали с вами споряжение глаголов. Здесь глагол, конечно, четыребуквенный, а не трюкбуквенный, про который мы говорили, но сама структура споряжения, она одинаковая, да, единственное, что могут быть какие-то особенности, отличаться те, которые в середине, например, какие-то изменения происходят в трюкбуквенном, возможно, здесь по-другому, да, но сами окончания, они совпадают. Поэтому туфаббылю, ты предпочитаешь. Галь туфаббылю ль-гагвата, галь туфаббылю ль-гагвата, это вопрос, туфаббылю, то есть ты предпочитаешь, аль-гагвата, агва, это кофе. Ты предпочитаешь кофе, галь, это вопросительная частица, которая ставит предложение, да, находясь в его начале, такую вопросительную форму, да, то есть утвердительное предложение было бы туфаббылю ль-гагвата, ты предпочитаешь кофе. Когда поставили галь, уже стал вопрос, ты предпочитаешь кофе, разве ты предпочитаешь кофе и так далее. Следующее у нас слово аль-баккаль. Аль-баккаль у нас уже встречалось это слово, да, баккалищик, здесь просто обращать внимание на то, что лям в конце. Слово и пишите в отдельности. Аль-габу и ляль-баккали. Аль-габу уже знакомая нами выученная на прошлом уроке форма глагола. Глагол сам вэ-гэ-бэ, три буквы у нас. Глагол вэ-гэ-бэ, то есть ли. Напишу вам вэ-гэ-бэ, это идти, используется с предлогом и ля, зачастую, да, и здесь он стоит в настоящем времени, в настоящем времени, то есть аль-габу, вэ-габа, я-габу, мы видим в средине гласовка была фатхай в прошедшем времени и осталась тоже фатхай. Аль-габу, то есть я иду, да, и ляль-баккаль, то есть к баккалищику, я иду к баккалищику. Далее следующее слово лахман, лахм, это мясо. Лахман, здесь стоит в форме назван, так как в предложении оно приходит в такой форме. Ури-иду лахман варузан. Ури-иду лахман варузан. Во-первых, здесь хотела обратить ваше внимание на слово, глагол ури-иду. Этот глагол в настоящем времени, но если вы будете его искать в словаре, то вы его найдете не с я, а найдете с альфом. То есть вы будете искать арада. Арада юри-иду. И глагол четырех буквами, опять же, здесь альф есть в середине, который изменяется на я. Эти уже особенности не шало дальше будем с вами разбирать впоследствии. Возможно, в следующей книге не в этой. Ну, так как сама форма, да, как арада, ури-иду или юри-иду, просто вы запоминаете, да, что альф поменец на я. А рада – это хотеть. То есть ури-иду, получается, я хочу. Ури-иду, часто используется слово, да, когда вы хотите что-то описать, я хочу то или иное. Соответственно, следует его пока не стоит запомнить, как оно есть. Ури-иду я хочу ляхмен, мясо, уа, руззен. Рузз – это рис. И рис. Да, я хочу мясо и рис. Так как прямое дополнение здесь ляхмен, да, идет, поэтому мы видим в форме, когда добавляется альф, после танвина, фадах. Ляхмен, руззен – то же самое, да, про это тоже я вам говорила на позор в прошлом уроке. Далее смотрим предложение с вопросом лимада. Лимада переводится как почему или зачем. Лимада – почему и зачем. Оно на самом деле состоит из двух слов, как бы ли, даже из трех. Ма и за. Да, лимада – то есть как бы для, что, для, чего. Для чего это, да, то есть вот эти составные, в общем, как бы почему, для чего. Идет перевод этого вопроса. Лимада, тазгабу или побиви. И вопрос мы видим вот сюда, он отправляется. Значит, почему дагаба, я уже вам сказала, это идти, используется с предлогом или, сегодня упоминалось. Тазгабу, то есть ты идешь, почему ты идешь, или побиви к, побиви – это врач, к врачу. Вот, то есть мы видим, в русском языке мы часто можем говорить идти к врачу, идти на работу. То есть перевод может различаться к, на, или просто иногда какое-то направление указывать. С другими предлогами в арабском языке с глаголом дагаба будет использоваться, или вообще, в принципе, с глаголами, которые указывают какое-то направление, будет использоваться предлог или, почему ты идешь к врачу. Следующее, я тана-уалю. Глагол тана-уаля, здесь глагол тана-уаля. Этот глагол, напишу вам, глагол тана-уаля, то есть принимать, да, принимать пищу, принимать еду. Вот этот тя вначале, это сама часть глагола, то есть у нас здесь получается в прошедшем времени, в этом глаголе целых пять букв. Тя, нун, али, хуаля. И при изменении у нас добавляются, опять же, те же приставки вначале, или, возможно, окончание, если форма для этого требуется, да, такая. И здесь я тана-уалю, я тана-уалю, то есть у нас добавляется в начале я, то есть он, да, он, я тана-уалю, он принимает, кто он, здесь указывается, непосредственно указано имя, то есть осман. Я тана-уалю осману поама, то есть осман принимает еду. Мы скажем, он ест, осман ест, да, ест еду. От поама того, что еду, пищу принимает, и поэтому прямое дополнение сходят. Следующее. Маля-абу-на. Маля-аб у нас было сегодня, там было с артиплем аль-маля-абу, а здесь маля-абу-на. Здесь получается само слово маля-аб, само слово маля-аб плюс добавляется на. Маля-аб-на говорит про то, что это от местоимения нахну, мы, наш. Маля-абу-на, то есть наш стадион. Маля-абу-на, ва-си-ун. Когда у нас идет слитное местоимение, помним, это у нас такая идафа, когда мудах маля-абу и слитное местоимение, это мудах илей, оно тоже дает как бы определенность, потому что уже не просто какой-то стадион, а конкретно наш стадион. Поэтому, если вначале аль-маля-абу-ва-си-ун было, и маля-абу-на, ва-си-ун, по сути, структура схожая. Единственное, что здесь уже есть мудах и мудах илей в этой части. Маля-абу-на, ва-си-ун, то есть наш стадион, широкий. Следующее. Рия-ля-тин. Рия-ля-тин. Это множественное число от слова рияль. Рияль – это денежная единица в Саудовской Аравии. Рия-ля-т – это множественное число, то есть риялы. Аль-ха-ты-бату-би-а-ш-роти-ри-я-ля-тин. Аль-ха-ты-бату-сумка. Когда мы хотим сказать какая-то стоимость, используется такой оборот, которым нужно использовать предлог би, то есть по 10 риалов, сумка по 10 риалов. Би показывает стоимость. Аль-ха-ты-бату-би-а-ш-роти. Аш-роти-а-ш-роти. Это 10. Рия-ля-тин. Рия-латин. Форма сочетания числительного и исчисляемого Это отдельная тема, про которую нужно отдельный урок выделить. Про нее будет говорить в дальнейшем, иншаллах, пока мы запоминаем. То есть сумка стоимостью 10 риалов. Следующее – халиб. Халиб – это молоко. Халиб – молоко. Есть слово «лябан» еще используется. Ну и халиб – тоже слово, которое используется как молоко. Халиб – здесь формы в винительном падеже в названии. Урииду – уже я вам сказала. Это «я хочу» от глагола «арада» в настоящее время. Это халиб – молоко. То есть я хочу какое-то молоко. Урииду – халибан. Внимательно, что когда мы останавливаемся на такое сочетание, то мы не читаем тангин, но мы читаем это, Али. Хотя при продолжении мы как бы тангин только читаем, Али не произносим. Урииду халибан или урииду халиба. То есть мы этот молокоим тесно. Следующее предложение и слово «килю». Килю, килю как килограмм. Килю, килограмм легко запомнил. Би кам, килю суккери. Би кам, опять же, вот как в этом предложении у нас би указывал на стоимость, так и здесь. Кам – это сколько. То есть почем, да? За сколько. Можем сказать би плюс кам. То есть это за сколько или почем стоимость, когда мы хотим задать вопрос о стоимости. То есть почем килю килограмм ас-суккери сахара? Почем килограмм сахара? Би кам, килю суккери. Би кам, килю суккар. То есть мы видим здесь вопросительное слово. И килю суккар – это ибаха. Обратите внимание, что килю отдельно у нас этот мат читается с лау. Но при присоединении со следующим словом, так как здесь получится удвоение, а удвоение – это значит харф сэкин и харф мутахари, то в этом случае мы не тянем лю, мы просто читаем баму. Килю суккари. Килю суккари. Таким образом, мы с вами завершили все слова. Здесь вы можете посмотреть еще раз написание харф и лям, как оно читается с разными огласовками и слогами, и прочитать также дополнительно слова. Из слов я бы вам посоветовала балад и множественное его число. Билет. Билет – как страна, может быть, или какая-то местность. Билет – то же самое только во множественном числе. Далиль. Возможно, вы это слово уже не раз слышали. Далиль – то есть какое-то указание, доказательство, может быть, то, что вы можете в обиходе не раз уже встречать. Ваше задание – выучить, зафиксировать все драматические моменты, все слова, прописать, проговорить, обратить внимание на те дополнительные формы глаголов, которые здесь встретились, сравнить с тем, что уже было. Глаголы, пробуйте их спрятать, даже если этот глагол, возможно, не трехбуквенный, но они очень схожи, поэтому посмотрите закономерности, которые есть. Если будут вопросы, пишите под видео. Благодарю за то, что были со мной. Средимся с вами, иншаллах, на следующем уроке. Баракаллаху хейкум, السلام عليكم, ورحمة الله, وبركاته.